Сухое кобылье молоко выпускают в Кустанайской области. О производстве уникального продукта рассказал глава региона Кумар Аксакалов. По его словам, при длительном хранении оно не теряет своих питательных и лечебных свойств. Кустанайские производители намерены вывести наследие наших предков на международный уровень. Кроме этого, планируют открыть комплекс по изготовлению различных сыров с привлечениями известного немецкого производителя. А продукцию экспортировать в Германию. Об этих и других проектах в следующем материале. Уникальный продукт начали производить в Кустанайской области. Сухое кобылье молоко при длительном хранении не теряет своих полезных качеств, говорит глава региона Кумар Аксакалов. В год ферма намерена выпускать 40 тонн продукции. Цель – реализовать ее не только на рынке Казахстана, но и за рубежом. Таким образом, вывести наследие предков на международный уровень. При выходе на полную проектную мощность будет здесь создано порядка 100 новых рабочих мест. В настоящее время товар проходит сертификацию. Сухое молоко по качеству будет приближено полезным показателям Саумала. Кроме этого, регион стремится к увеличению объемов производства сыров. Привлечь планирует известную немецкую сыроварню «Дойчес Милх Контор». И уже имеется договоренность об экспорте продукции в Германию. Введение нового объекта позволит нарастить производственные мощности и обеспечить рост объема производства сыров в полтора раза по области. С запуском нового завода мы увеличим долю переработанного молока в области 46% до 60%. Закроем потребность местного населения в сырах. В целом, в макроэкономике региона наблюдается положительная динамика, говорит Кумар Аксакалов. Рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности, строительстве, инвестициях, торговле, транспорте и вводе жилья. А среднемесячная заработная плата, по его словам, выросла на 20% и достигла 290 тысяч тенге. Яна Гладкова, Баглан Джангозин, Astana Times.